Ваааай! Свадьба такая была! Сегодня она просто насыщена пафосом, пантепатией. Но мы теряем свой культурный код. Однозначно алкоголя на крымско-катарской свадьбе не должно быть. Начинайте с себя, заказывайте хайтермун. Гонорара, бля, загиреет, штука завещает. Ну кого ты пугаешь? Если что-то не противоречит нашей религии, не нужно это отвергать. Мы не сможем исправить людей, которых 30 лет воспитывали дома. Вечер не был на праздник похож, пока не появился юбби. А то свадьба, какой толк в миллион потратить за два вечера? Либо вот так, либо мы не будем вашу свадьбу вести. Чужой мужчина к чужой женщине подошел, бабки дал, танцовал, лесгинку вышел. У крымских татар нет секса, что ли? А что, Зеленскому можно говорить? В эфире Ахайлав, два топовых свадебных ведущих. Иса Исмаилов и Абляц Гирей. Давай похлопаем другим. Селяма летний. Хошка летний. Салан, что пришли, сезон свадеб временно закончен. Поэтому есть у вас время, мы вас пригласили. Хотели бы с вами пообщаться на темы, которые волнуют не только нас, а в принципе крымско-катарскую общественность, вообще общественность Крыма. Что сегодня происходит с нашей крымско-катарской свадьбой. Как уже сказали, что сезон свадеб ненадолго закрыт. Будем надеяться, что ненадолго. Очень-очень надеемся, что ненадолго, потому что Аблязу надо двор плиткой стелить. Я как бы хочу машину другую. Ягуар. Хотелось бы, конечно, Ягуара, а там как получится. Ну или хотя бы крыло на старую битую купить, чтобы выглядела достойно. Передача закончена, Салан, что пришли, очень было интересно. Да, Селяна. Перед тем, как здороваться, есть антисептик на столе, можете обработать. Мы только что обработали. А, обработали. Еще раз. Вала, расскажите, сколько лет вы занимаетесь тем, с чем вы занимаетесь. То есть я имею в виду свадьбы, да? Сколько лет вы в этой теме? Абляз, сколько? Давайте начнем с самого начала. С ИСы? Нет, нет, не СИСы, с двоих вообще. С чего это все началось? Как вы познакомились, да? Да, на самом деле мы с ним вообще близкие друзья. Да, я так считаю вообще. Не знаю, полчаса назад он другое говорил. Ну, как бы братья. Кто звезда? Да, уже, да, можно сказать. Кто звезда? Сколько лет дружим? Братские отношения. Дружим с 2008 года. Это был 2008 год. Человек хотел поступить на физкультуру? Да, я поступал на физвоз, но не поступил, да. И разочарованный тем, что я не поступил на физвоз, я шел, искал туалет, заглянул в университет с папкой документов. Естественно, я не скажу, что мне нужен санузел, а отдал свои документы на тот факультет, который мне предложили. Первый – это был менеджмент гостиничного ресторана, бизнеса и социокультурной деятельности. Через год я познакомился с Аблязом и вот, в принципе, жили недалеко друг от друга. Так наше знакомство зародилось. Документы он принимал? Нет, он… Бумагу? Нет, я потом уже документы принимал, потому что работал лаборантом. В целом, вот у нас знакомство началось с университета. После этого мы шли по творчеству. Понятное дело, у меня специальность была режиссура эстрады массовых праздников. Он менеджер у нас гостиничного ресторана, бизнеса, но он творческий человек, умеет продавать кукурузу, пахлава, потому что на этом вырос, на этом зарабатывал до университета. И очень тесно связан с КВН. В общем, и он творческий, и я творческий. И вот как-то пришло такое время, что где-то, может быть, с курса третьего, четвертого мы уже начали вести мероприятия. Я чуть-чуть раньше, он попозже. Да, Балла, поток. Шаха-шаха был очень серьезный вопрос. Мы были в этом году, когда мы были в школе, в школе, в школе, в музыканты, в школе, в школе, в школе. В школе, в школе, в школе, в школе, в школе, в школе. Ну, вот этот шрам, к примеру. Ну, изначально, да, как было сказано, то, что наслышаны от наших самых старших музыкантов, которые говорили, без драки свадьба не заканчивалась, уезжали и до нас докапывались. Я вот сколько веду свадеб за эти годы, ну, может быть, парочку там видел таких массовок после свадебных и то где-нибудь. Я не буду говорить где. Скажем так, что где-то с 2013, я где-то с 2012-2013 года, ты на пару лет раньше мне занимаешься, свадьбы очень по культуре, крымско-татарские свадьбы очень сильно выросли. Это можно наблюдать, вот даже если смотреть на видео тех годов и нынешних. Но надо еще подтянуться. Подожди, вы только крымско-татарские свадьбы ведете или все свадьбы? Ведем все, абсолютно. И других национальностей тоже, да? И армянские, и армянские, и уркутские, и еще какие-то, какие-то там ведешь еще. И курдские вел, и армянские, и азербайджанские, и цыганские, ну, я присутствовал везде. Я с русских начинал, перешел потом на крымско-татарские, от славянских свадеб я отошел, потому что Базымхалкам заранее заказывают, за год вперед. И, понятное дело, даже когда там за два месяца заказывали другие, я уже был занят, и поэтому как-то по сарафанному радио... Ну, они просто исчерпались. Сейчас свадьба чем-то отличается у разных национальностей, вот в целом. Мне кажется, что они сейчас все стали какие-то, вот, под каким-то одним стандартом, такой вот, не национальной оболочки, а такой современный какой-то стандарт стал. Или есть различия? По уровню культуры все свадьбы выросли, конечно, но если расценивать и рассматривать крымско-татарскую свадьбу и, к примеру, славянское мероприятие, тоже свадьбу, то у нас разница какая? Здесь у нас в 10 раз человек больше, чем на славянском мероприятии, на свадьбе. И, соответственно, если больше людей, то надо давать минимум информации, минимум слов, максимум информации. А здесь, где меньше людей, то надо давать больше воды, больше слов, больше прилагательных. Он хочет сказать, что на такой свадьбе больше работы заключается у ведущего, чем на нашей, потому что у нас все проходит в музыкальной форме. У нас больше надо сакцентировать на себя внимание. Развернул публику, сказал, люди должны тебя услышать. Контроль держишь над ними. Контроль держишь, да. Все время ты должен, грубо, наверное, будет, но все же ты должен быть как Чобан в данной ситуации. Ну, это мастер-класс там, я думаю, что мы не будем вести свадьбу. Ну, а кто его знает? У нас есть знакомые, которые были официантами. И вот вы сказали культура, да, культура. Вот мне бы с этого места поподробнее, с этого места. Вот я смотрю на сегодняшнюю свадьбу, как бы там ни говорили, культура растет. Помню свадьбы, которые были 20 лет назад, и помню сегодняшние свадьбы. На мой взгляд, как в нашем быту, так и на свадьбах. Начиная с языка, песен, танцев. Все меньше и меньше нашей национальной культуры. Я, наверное, не соглашусь чуть-чуть. Нет, я, наверное, понимаю, что ты за культуру сказал в общем народа. То, что народ немножко оккультурился в целом сам. То есть, вот вы про драки спросили, да. Вот этого такого нету. Ну, как у нас... Я понимаю, я перевел. А что касаемо самой свадьбы, свадебной культуры, то я с вами соглашусь, то, что, конечно... Мухаммед Али, наверное, имел в виду, я, если можно, дополню, традиции. Они действительно, то есть, традиционные свадьбы уже практически исчерпались. Их нет. Люди пытаются, но вот этот момент пафосности, да, сейчас, то есть, родители принимают решение, то есть, многие говорят, ребят, ну вот, у нас была свадьба, мы хотим отыграть, удовлетворить практически всех гостей. Это для нас важно. Для родителей это важно. Для молодых важно, может быть, даже куда-то уехать в путешествие. А вот для народа важно сохранить традиционные моменты, вот, в свадьбе. Говорят, мы сохранились, вот, даже после высылки, и это благодаря свадеб. Мы там встречались, мы там общались. Там играла крымско-татарская мелодия, да. Я вот к жене, когда ходил, да, то есть, за два дня до Никяха, перед окном пел песни со светами. Тоже это какая-то традиция, мне объясняли. Это давно было, это в 70-е годы, что было. Ну, неважно, когда. Мы, наш посыл в этом, то есть, что случилось вот с свадьбами крымско-татарскими, вы можете вот объяснить? И почему вы, как ведущие, не можете все-таки навязывать именно вот этот традиционный момент? Вы же об этом часто говорите? Мы общаемся со своими клиентами. Клиентами, можно сказать, даже не клиентами, а братишками и сестренками, так как в момент... Также их родителями. Да. Все, официальные ответы, так, расслабились. Потому что в момент того, когда составляешь сценарий, соответственно, ты уже более сближаешься с ребятами, даешь им советы, как надо себя вести, что надо сделать, чтобы мероприятие было ярче. Если раньше, к примеру, больше было старинной музыки, то и люди раньше сидели до 7 утра. Они могли и имели возможность это слушать. На данный момент где-то сквозь можно прослушать какую-то композицию, но у нас залы до 12 часов. Ну, то есть, эти тоже моменты надо понимать. По уровню культуры, как мы сказали, если раньше в палатке свадьба была, и люди могли там... А, Бляз, ну, вот сейчас я его здесь вот чуть-чуть уроню, ничего не сломается у него. Сейчас уже смотрят, так, плитка, сейчас я Бляза нечаянно ударю головой о плитку, травма будет вот здесь, испачкаю, потом мне скажут, надо продавать машину, чтобы возместить ущерб. Люди уже чуть-чуть к этому по-другому относятся. Сад, здесь мы говорим о другом, а самой крымско-катарской свадьбы – это элемент крымско-катарской культуры или все-таки понты-патии, как говорят? Вот просто это вот провели мероприятие. Несомненно, это элемент. Сейчас вот... Сейчас снимается видео, делаются фотографии. Это не только для того, чтобы выложить в Инстаграм, а через лет 50, к примеру, наши поколения, внуки, которые будут смотреть видео, они будут смотреть, как Харбабашки-Биташки праздновали свадьбы. Я, к примеру, я бляс, это прекрасно понимаем. Нет, это ты пишешь сейчас, как бы на будущее. А ты ту традицию тянешь с тех вот 50 лет назад, 100 лет назад? Вы сами пытались изучать традиции? Стараемся общаться. У нас их очень мало на свадьбах. Реальности посмотреть, но если взять хотя бы... А вот навязывать. ...70-80-е годы, как свадьба проходила? А что мы можем навязать? Какую традицию можно навязать? Ну, лепка-лепка, понятно. Было лепок много раньше, да? Вот давайте просто возьмем узбекистанский формат. Это узбекистанский формат. А они были раньше или нет? Раньше, в плане вообще давно. Ну, изучали этот вопрос. Мне интересно, вот Тамада, он должен владеть ситуацией, не просто вот уметь говорить или еще что-то, он должен знать, он должен быть на своем поле. Вы на своем поле. То есть вы же понимаете, на вас смоет народ, да? То есть вы создаете тренд. Почему бы вы не поставили свои условия и не сказали, ребята, давайте традиционно попробуем хотя бы какое-то мероприятие? Вот Исаак Айбулаев, он в свое время хотел снять фильм по этому поводу, именно с традициями, от начала до конца, то есть без каких-либо лепок или еще. Они были? Кто-то изучал этот вопрос? Я знаю, что... Я не углублялся. Они были, чтобы люди могли знакомиться. Ну, смотрите, лепка... Для чего лепка, к примеру, делается? Чахар Той, мне кажется. Для чего? Подожди, для чего? Лепка для чего делается вообще? Для чего? Выходит, молодой парень, молодая девушка, берут в руки деньги, но деньги это второстепенный момент, которыми мы благодарим. Ни женатые, ни замужные. Ни женатые, ни родные, как сейчас братишка или сестренка. Подняли руки, показали руки целы, покрутились, ноги целы, все работает. То есть я с женой выхожу лепить, это зря потерянные деньги, правильно понимаю? Это правильная инвестиция к молодым. Это проявление уважения. Дед, по вашим словам. Сейчас мы вернемся, что деньги-то не будут зря потеряны, потому что они шли музыкантом. Да, на тот момент... И это нормальное явление было на то время. Нет, тогда не было такого. Раньше не было, только музыкантом. Вот вы изучали историю Крымск-Катарской свадьбы? Вот какая была Крымск-Катарская свадьба? Я не изучал, но мне кажется, мы сейчас немножко... Не о том говорим. Это Наримана отводит постоянно. Я ему сказал не приглашать его на этот эфир, он все перебьет. Смотрите, вот наша Крымск-Катарская свадьба. Немножко я хотел бы вот в эту плоскость вас пригласить, поразмыслить вместе. Вот мне кажется... Раз, два. Вот наше общество сегодня, вот я смотрю на свадьбу, раздваивается. Одна сторона, это, знаете, глобальные тенденции, там поликультурность, там, допустим, да, у нас. Ну, допустим, если посмотреть, через сколько мелодий или песен там Крымско-Татарская звучит, по-настоящему Крымско-Татарская, вот это меня, допустим, озадачивает. Язык, как мы ведем. Он, на основном, Нишан, Меселелеры. Это одна сторона. Вторая сторона, скажу сразу, как бы я соблюдающий человек, религиозный человек, но из-за определенных религиозных доводов, я сейчас не говорю о алкоголе. Это отдельная тема, да. Для меня свадьба должна быть безалкогольная. Не для вас, она целая должна быть безалкогольная. Я говорю сейчас о себе, то есть она у меня была безалкогольная. Но вместе с тем у нас есть очень много адетов, которые не противоречат религии. Насвай. Не, я не об этом. Допустим, Нишан, вы меня... Я сейчас смотрю на молодых, вот Бахнусь, Балар, я смотрю на молодых, многие молодые отказываются от таких вещей, которые, в принципе, не запретны. Но мы теряем свой культурный код. Абляс, ты сказал в одном из интервью, вот в продолжении, да, что мы как часть механизма для пропаганды крымско-катарской культуры. Вот то, что он и говорит. Вот вы в механизм, да, вот этого. Вы чувствуете то, что говорит Мухаммед Алис, спрашивает? Безусловно, мы с молодыми общаемся, мы говорим, что есть определенные традиционные моменты, которые нельзя избегать, не надо убирать. Некоторые говорят, надо убрать. Вот мы не хотим, к примеру, полностью, чтобы лепка была, потому что люди привыкли, что если лепку делают, создается 2-3 часа, люди в очереди стоят. Все должно быть в меру. Если чуть-чуть провели момент лепки, традиционный момент, людям надо дать дальше потанцевать, и я обязательно с молодыми этот момент проговариваю, как и обляз. И мы говорим, что лепка, если проходит лепка, мы проводим какие-то викторины, которые наводят людей на тот лад, который должен, должна атмосфера быть на лепке. Заказывать какую музыку? Крымско-татарскую музыку. Песни, хай-тар-мушки, какие-то нагмелер, да? А в общих танцах пускай звучит музыка всех народов. Я хочу согласиться, что и музыка, и лепка – это не самое здесь, самое главное и самое большое. Но культуру все равно музыка задает. Я бы хотел сейчас конкретно по вопросам, да, вот смотри, крымско-татарская свадьба, что сегодня, то, что он сейчас сказал, безалкогольный, да? Вот крымские татары, кто они? В стопроцентном выражении они мусульмане, да? Мусульманской культуре в традициях, в запретах четко написано, что алкоголь – харам, да? Харам – находиться там, где алкоголь присутствует, сосадиться за стол, там, где алкоголь есть. То есть однозначно алкоголя на крымско-татарской свадьбе не должно быть, как и раньше никогда не было, да? Дальше – разделение полов, да? Вот мы, когда дува проводим в наших домах, семьях, почему у нас мужчины отдельно, женщины отдельно? Наша религия так диктует и так правильно. Это естественно. Вот мы сейчас ахаляр собрались, у нас же нету здесь девушек, да? Мы собрались с мужчинами. Почему сегодня крымско-татарские свадьбы не разделяют по половому признаку? Мужчины в одной части зала, женщины в другой части зала. Мы сейчас не говорим о фанатичном каком-то следовании религии. Это не фанатизм, это базовые принципы нашей религии. А религия от нации, от традиций не разделяется. Пафосность свадьбы крымско-татарской, да? Сегодня она просто насыщена пафосом. И здесь, я считаю, по моему мнению, виноваты в том числе и вы, как законодатели вот этих новых фишек, новинок и так далее. Ну вы возразите, если это не так. Это мое субъективное мнение. Потом Исраф, да? Итак, я возразил. Я хочу это слушать просто. Я это скажу, да скажу, да скажу. Я полностью подниму. Мухаммед Али, Исраф, да? Сегодня, Крымско-татарская срадио Исраф, да? Однозначно. Сегодня, чтобы провести свадьбу, сколько по подсчетам? Миллион нужен, да? Миллион. Миллион в среднем провести Крымско-татарскую срадио на один-два дня – миллион рублей. Вы представляете, миллион рублей – это там почти-почти однокомнатная квартира, ну половина квартиры там. Это машина какая-то. Подписаться на арманчих не могут люди. Да. Он дает на садах, а мы же этого не знаем. А, блядь, вот дальше. Наряды невесты наши, да? Вот невеста – это сегодня скромная девушка, да? Которая выходит замуж по традиции. Там у нее куча этих традиционных таких элементов одетных были, да? Где она сегодня? У нее разрезы декольте, у нее короткие какие-то там моменты. Все оголенно, все открыто. Это тоже срамота, да? Ну, конкретно. Ты где был вообще? Ты где? Он на свадьбах. Нет, я на свадьбу, честно скажу, я на свадьбу не хожу, потому что меня… Там, где алкоголь я не хожу на свадьбы, а там, где без алкоголя, к сожалению, их это… То есть на без алкоголя? Можно пару факторов вообще? Да, да, вот свердават. 90-е годы взять. Просто взять видик, кассеты и возраст людей, которым сейчас за 50, как у них проходили свадьбы. На то время… Эй, идиос, манщик! Сколько ящиков водки, кладовщик водку выдает. Это, ладно, это с точки религии, о которой в 90-х годах, ну, малая часть населения нашего народа, да, думали вообще. Когда пошли первые свадьбы в 2000-х годах и говорили… Какая была реакция у людей на то время? Кемиджик? Типа, что за фигня? Кемиджик? Как он, нахер? Абля, сен, ракусы, сен, той? Мен кельмиджик. Мен кельмиджик, да. Ну, кого ты пугаешь? Нет, а есть, которые пугались даже. Я знаю таких реально. Бахса, иса кельмиджик, нариман кельмиджик. Не, давай купим, ладно, давай, все, сводкай. Бывали такие. Это было вот 2000-е годы, и была реакция просто ужасающая от людей, которые, да, говорили вот такие вещи. На сегодняшний день, Аллахачо Шкур, у нас есть вырос таких свадьб. Сколько примерно в процентном соотношении? Ну, грубо. Ну, пускай даже 20 процентов есть таких свадьб. Есть такие, которые не делают свадьбу, делают выездной, пускай это выездной никях, да, не в джамии, хотя это тоже вопрос большой, можно и в джамии делать, можно и дома, и во дворе, и где угодно, главное все соблюсти, правильно? Правильно. Вот, выездной никях. Стало популярным, мы один из первых выездных никяхов сделали в Крыму нашему товарищу. Нет, в Алеме. А, в Алеме, а потом в Садре. Да, то есть это был один из первых. Людям понравилось, люди начали делать. Я что хочу сказать, то что в те годы, в 90-е, об этом никто вообще не думал. На сегодняшний день Аллахачо Шкур. Я не говорю, что это наша миссия, и мы ее выполняем, мы как бы являемся теми людьми, которые внедряют. Люди потихоньку с вами приходят. И в основном молодежь, такие, как мы с тобой. Ну, грубо говоря, да, вот. Но мы общаемся с ними, мы говорим, что есть вот такие одетлер. Например, то есть тут такой формат, то что я, наоборот, рад тому. Да, есть сейчас понты. И мы 52, и молодежь. Есть сейчас понты, бежим друг за другом, пытаемся сделать лучше, чем у Исы на свадьбу. У меня будет лучше. Но кто-то так, а кто-то идет к этому. На самом деле, я думаю, что в будущем это будет вообще, да, и на сегодняшний день уже нормальный явление, уже нет такой реакции. У меня первая свадьба в этом году была соблюдающая свадьба. Я просто не хочу обидеть каждого человека, там, все по-разному отдыхают, у всех свой кайф, да, определенный. Кому-то реально не хватает белой водички, чтобы настроение поднять. Я вот ввел первую свадьбу соблюдающую. Да, у всех тоже разные, потому что сделаешь ты свадьбу, все вместе сидят и женщины, и мужчины, но она без водки. Или сделаешь ты отдельно женщины, отдельно мужчины, но келеньки ее вместе сидят, и они на входе все равно встречаются. Люди будут находить в этом, в любом случае, плохие моменты, да, то есть это неправильно, это правильно, это нормальное явление, всегда это идет. Здесь была свадьба, как бы, да, в перемешку. Харшах дымек, эмхазлар, эмогалар, хаданлар, но, да, какой формат был. Это были родственники, родные, так говорил той сайба, то есть мне вот этого хватает. Но Ичкасес, без водки, вначале сделали магриб, намазы, все вместе, джемата, махаля, прямо в ресторане, завели, никях в ресторане почитали, и сама свадьба прошла. Не хотели вначале танцевать, но танцы были, но здесь же заказали без духовых инструментов. Знаете, да, то, что какие-то инструменты можно, это тоже не каждый углубляется. То есть даже вот так вот попытаешься сделать, люди все равно тебе находят какой-то такой момент, который готово не за что судить. Вот здесь вы правы, культура действительно выросла. Вот я заметил на таких свадьбах, там действительно музыканты уже научные, это максимум барабан, то есть инструмент, он позволяется. Ионика, да, то есть там клавишные, больше ничего нет. Это сильное углубление уже по музыке, по мне. Да, да, но на сегодняшний день они говорят, что этого достаточно им, то есть они не совершают никакого смысла. Если вот здесь подрезюмировать, да, сказанные облязом слова, то 90-е годы на данный момент и как свадьбы проходят, то я бы даже сказал, наверное, что мы имеем прямое отношение, и мы как-то ситуацию наоборот пытаемся выровнять и сделать наш народ покультурней и настроить его на ту волну, на которую в дальнейшем мы все придем. Вам это удалось. С точки зрения религии, но с точки зрения культуры свадебной, я сейчас говорю про наших музыкантов, мы ее теряем, про музыку, да, то, что вы говорите, то, что сейчас, допустим, если культура свадьбы, мы не слышим наши народные песни часто, мы не заказываем эти песни, но это все. Или мне подходят, говорят, эти музыканты, плохие музыканты, они чисто на ноутбуке. А кто этот ноутбук заказывает? Начинайте с себя, заказывайте хайтерму. Мы и так уже стараемся, что от нас зависит. Выйти в начале вечера и сказать, Джимат, будет играть много композиции. Давайте просто вот я, допустим, опрос небольшой, кто что будет заказывать? И какие хайтерму? И начинаем, да, переспрашивать. Кто-то, может сказать, попиток, кто-то там, дам чехол. Но причем мы ведем свадьбу в компактах. Убрать момент заказа, то есть лепку оставляете, но музыку формируете вы. Вы, понимаете, вы диктуете тренд. За вами люди следят. Наш посыл именно в этом. Но если хозяин свадьбы такой, мы-то... Понятно, понятно. То есть я сейчас, например, шерифа очень понимаю. То есть он сейчас говорит больше не о традициях, он сейчас говорит больше о религиозности. Это разные темы, их можно вообще в целом... У нас традиции формировались даже так, по месту жительства. В Узбекистане они выросли в более такие восточные, азиатские. То есть здесь они перешли уже более в смешанные. Появилось большое количество алкоголя. Раньше они были, может быть, безалкогольные, то есть более религиозные. Но они всегда формировались. И в основе есть один сценарий. От него не уйдешь. То есть он есть. Этот сценарий описан... Вот многие труды... Я вот перед тем, как подготовиться, да, прочитал, очень многие написали по этому поводу даже, там, кандидатские, да, именно традиции крымско-татарских свадеб, да. То есть этапы прохождения. Вот почему бы не изучить и не попытаться где-то договориться. То есть мы сейчас... Вот Акайлар, да, от Рамос, да, Барьер-НД, и договариваемся. Там, у нас есть такое-то вот требование. Или вот у меня такое-то это. Типа кодекс проведения крымско-татарской свадьбы. Знаешь, вот что бы... А вдруг кто-то... Молодежь, она ведется. Мы это говорим. Молодежь, она умница. То есть они сейчас уже не застряли ни в одном из времени. Они воспитываются уже так, как есть, да. То есть в нынешних реалиях. И они понимают, что если что-то нужно менять в религиозном плане, они готовы даже на это пойти, да. Если что-то в традиционном, тоже. То есть пошли в моду кушаклар, да, то есть одевают, да. Раньше, вы же знаете, да, то есть... Кушаклар, халпаклар, пожалуйста. Халпаклар одевают. Раньше продавали коровы туда-сюда, но чтобы в наследстве у дочери обязательно был кушак, да, сейчас. И пошли в моду. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, вот до 30-х годов во всех учебниках написано, да, что крымско-татарская свадьба, второй день свадьбы, жених не шел на сторону невесты. Его не было в этот день. Почему мы эту традицию не возобновляем? Почему мы как-то выборочно относимся к традициям? Ну, во-первых... Ты был на второй стороне свадьбы? Нет, так я вообще... Так вот ответь на свой вопрос. Ну, был, если я был или не был. Нет, подождите, Шериф, вот... Общество развивается, извините, культура развивается. Невозможно вот соблюдать сегодня 100% то, что было 100-200 лет назад. Но нужно смотреть. То есть есть нововведения какие-то, допустим, в культурном смысле, да. Что мы можем сохранить? Вытащить, допустим, старое. Какие-то одетлеры мы вытянули. Какие-то плохие одеты сегодня заменить хорошими одетами того времени. Когда мы хотим выглядеть достойно, как нас встречают? Почему? По одежде. По одежде, да. Вот я хотел у вас спросить, где вы такие костюмы себе приобрели? Ай-пя. В магазине Исмаилова, какая там адрес. Торговый центр Оскар. Как там этот? А мы не будем много говорить, вот просто ссылочка. Вот, вот ссылочка. Что, реально сейчас ссылка здесь? Не, на самом деле, ты не видишь, что ли? Не, ну нормальные костюмы у Иссы приотделись. А блязу у тебя нету в магазина своего? Нет, у меня есть Исса. А, у тебя есть Исса? Теперь у нас тоже есть. Ты тоже у Иссы одеваешься? Понял. Одевайтесь у Иссы на фонтанах. Все, короче, кроме меня, оделись у Иссы. Я только у него не оделся. А чего? Ну, я тогда еще не имел возможности. Абляз, ты вошел в топ-10 лучших свадебных ведущих Крыма, да? Этот рейтинг вы сами придумали? И почему там нет Иссы? Честно скажу. В общем, рейтинг этот начался с Питера. Там придумали вообще эту всю систему, топ-10 ведущих. И потом эти организаторы начали создавать такие топы в каждом регионе нашей страны. Поэтому дошло и до нас. У нас ребята, которые с ними знакомы, создали здесь, в Крыму. И они, безусловно, пришли к такому мнению, что в таком топе должен быть крымский татарин. То есть квотный прицеп соблюдается даже здесь. Да, и там мои знакомые были ребята. Они тоже долго думали. И вот решили мне позвонить, как бы то, что веду свадьбы, часто видят меня. Решили пригласить. Все. То есть сказать, что это сами... Хорошо ведет свадьбы, поэтому решили пригласить его. Нет, все очень просто. Он деньги вложил в одежду, а ты вложил в топку. Так что все нормально. Нет, сказать, что сами, ну то есть назвали себя, можно и так сказать. Нет, но надо отдать должное, что сегодня вы самые популярные ведущие, так оно и есть. Если даже в Инстаграм аж посмотришь, 42 тысячи подписчиков и 25 тысячи подписчиков, но нормально, это нормально. Кто лично знаком с Исой, реально, тот эти приколы, эти шутки, все, которые он всылает в свой эфир, свои сторисы, прекрасно понимает. То есть такой, как я, такой, как вы. Но некоторые, и он это прекрасно знает, не все его понимают. Осуждают. Некоторые люди осуждают меня. Ко мне недавно подходили ребята, я вел спортивное мероприятие и сказали, что им не нравится. Ну, единичные какие-то ролики назвали, которые им не нравятся. Но здесь я могу привести пример и сказать, что любой спортсмен тоже, выходя на ринг или на татами, он сразу тоже не бьет в нокаут. А для чего ты делаешь это вообще, для чего это делаешь, это хайп такой? Я делаю это исключительно ради своего кайфа. Хайпуешь просто, да? Нет, не хайпую. Хайп и кайф – это две разные вещи. Ради хайпа люди могут делать то, что им не нравится. Это скушать ложку там чего-то очень нехорошего, да? Земли. Фекалий каких-нибудь. А я это делаю исключительно ради кайфа. Все. Мне это нравится, я это делаю. Если мне это не нравится, меня это не заставят сделать. Это твое право. Каждый человек должен быть самодостаточным и сам принимать решение, что он делает. Но как инструмент вашу популярность, еще раз говорю, возвращаясь к этому вопросу, вот если у нас есть уже диссертации на эту тему, книги, статьи, изыскания научные, видеоролики какие-то снимаются, если все-таки взять это за принцип для себя, потихонечку-потихонечку внедрять. Потому что, еще раз говорю, с одной стороны глобализация, с другой стороны наши религиозные повреждения. Вот под это, знаете, вот под циперке вот этот, выметает просто все. Вот недавно я был на свадьбе. Вот я религиозный человек. Аль-Хамбульда, ну, 20 намаз, какой, больше, наверное, делаю намаз. Ички и чмим. Да, ты никогда не пил этой ички. Но я побывал на этой свадьбе изначально. Так ты, а нам, адам, тройма бы, небу, а солдат. Захотелось напиться. Да, нет. Вот ладно, то, что раздельно, раздельно. Мы же там собрались одни родственники. Мы все сидим. Вот там никого в зале не было. Все на улице, алам-нар, тизем-нар, сидим, общаемся. Вот к тому вопросу. Ичкатамам, я понимаю. Но сегодня, когда вот все нужно эволюционно вводить, общество должно быть готово к чему-то, чтобы не было агрессии, чтобы не было отторжения этого. В итоге, Нишану кормят Адамкову. Той, бутун, не саннах, тшарда, бурбарнен лафетты. Той, да? Он танцует, и канджигун не, келен кавес не. Безде келен кавес в йох. Борщ йох. Чебурек йох, кавек йох, борщ йох. Может, это день рождения было, Мухаммед Алис? Дай, вот мы одном адам не иду. Это день рождения было. Там традиционно не формируют. Я вот только хотел. Я к чему хочу сказать, и к молодым, и к соблюдающим. То есть, если что-то не противоречит нашей религии, не нужно это отвергать, не нужно этот долиль. В большинстве случаев на мероприятии я часто слышу от друзей, у меня много религиозных друзей, которые не посещают свадьбы там, где присутствует алкоголь. Я считаю, что в данной ситуации есть два момента. Это может быть и оправдано, и не оправдано. Если человек не употребляет алкоголь и не посещает такое мероприятие, и таких людей много, это плюс. Но это является еще и минусом. Если таких людей много, и пол свадьбы конкретно скажут, я приду на вашу свадьбу, если на нашем столе не будет алкоголя. Сегодня появится два стола, где не будет алкоголя. Завтра появится три стола. А послезавтра таких столов будет половина. А потом, возможно, таких столов не будет вообще, где будет алкоголь. Религиозный человек, когда идет, он не этим руководствует. Он руководствует, что ему нельзя находиться в том месте, где есть вообще распитие этого напитка, где алкоголь. Садиться за это стола, находиться в этом обществе. Пусть не садиться за стол, где есть алкоголь. Просто мусульманинам нельзя находиться в обществе, где есть храм, грех. Это кто чуть-чуть углубляется еще больше. Это не то, что углубляется, это основа, это правильно, а остальное это неправильно. Вот от этого. А вы наоборот показываете, что неправильное должно быть правильным, а вот это что-то из такого, к чему там непонятно. Но они же говорят, они как продукт желания людей. То есть люди формируют свои пожелания в алкогольном виде, безалкогольном виде. На сегодняшний день мы здесь сидим. Я сказал, что он как механизм пропаганды крымской культуры. Вот вы стимулируете к таким свадьбам людей, хозяев? Вот хозяева говорят, ну понятно, есть такие четко убежденные, и там не переубедишь. А есть, есть такие сомневающиеся. Религия это просто отдельная тема. Это все, это относится к религии. Если люди говорят, что они не хотят алкогольную свадьбу, а хотят сделать безалкогольную, мы сразу говорим, маша-ла, алла-ярдам джосам. Мы с удовольствием. У вас видеографы и ведущие, которые стимулируют именно к таким свадьбам путем цены, снижения цены на услуги свои. Ну если взять всех услуг, всех услуги по ценовой политике, мы берем самое меньшее. Я видел у тебя на сайте двадцатку ты берешь, да? Нет, тут какой сайт? Ну вот я вчера посмотрел, и гонорар, обля за гирея, двадцать штук за вечер. Это порой нам пишут какие-то организаторы таких сайтов и говорят, вот, хотите мы вас добавим. Я говорю, добавляйте. И я ставлю там такую цену, что... Ну сколько, да, на сколько стоит услуга? Пятнадцать на сегодняшний день. У тебя так же, да? Запикуйте хорошо. Если не крымско-татарское мероприятие, то оно стоит двадцать пять-тридцать. Почему? Он говорил об этом. Я крымский татарин. А, ты его к этому стимулируешь? Это во-первых. Во-вторых, в своих... Так же, продолжай. А я смело, если я Ахай сегодня пришел на Ахайлав и одел штаны, я могу конкретно сказать о том, о чем я говорю сейчас. Почему такая цена для других народов? Не потому, что я какой-то расист или националист. Просто в своих традициях и в своем народе находиться мне чуточку легче и комфортнее, чем в другом народе и изучать их традиции. Я считаю, если я изучаю их традицию и среди них не находится профессионал, годный выйти и провести их мероприятие на том уровне, на котором оно должно быть, тогда я имею право назвать цену. Если они согласны, мы бьем по рукам, по-акайски. А если простыми словами, то там больше работы, чем на нашей свадьбе. Ну, а скажите... Ну, это для нас. Ну, в целом, да. Посмотри, я ехал сюда, да, у меня там друзья, мне звонили, ребята, и вот их беспокоит такой вопрос. Вот сегодня к Исрафу перейдем, да, вообще к стоимости свадьбы. Кто эту стоимость задает? Вот многие ссылаются на вас, что вы там начинаете советовать видеографа, там, фотографа с бешеной ценой, да, с ценником. Если человек не тянет, то он просто это не делает. Если человек тянет, тогда он это делает. Если он сегодня готов выложить лям за свадьбу, один миллион, мы не знаем, как Абляс вот на это подчеркнул, мы не знаем, какие годные дела он делает. Может, он сегодня выдает это на свадьбу и говорят, бахсау кельнантера было 400 тысяч, 400 тысяч, как он может дать? А он, может быть, помимо этого, как говорится, пусть правая не знает о том, что делает левая. Может, он делает какие-то садахалар, может, он является главой какой-то организации, которая помогает бедным людям. Я думаю, что это было, будет, потому что взять, может быть, даже 90-х годов, когда, казалось бы, у каждого свадьбы практически одинаковые, как и сейчас, только это было в палатках. У кого-то была теплица, у кого-то был шатер, у кого-то был шатер модный с окошками, у кого-то было мяса много, у кого-то мало. То есть, та же суть, просто здесь, да, у кого-то церемония, у кого-то лимузин, или у кого-то обычная машина. Спрос, поражение, предложение. Оно будет и всегда. Это за блюзинсом. Люди делятся на три категории. 100% ваших гостей поделятся на три категории. 40% людей, которые придут, ваааай, свадьба такая была. Вот прям невеста шикарная, жених два метра ростом, кайф, все, супер. А у Лёляна Шледом, блин, вот сок до сих пор остался. Вторая категория, 40% это, которые скажут, что-то она какая-то горбатая, коза клы, а я камбер, там что-то какое-то, посмотри. А Лёляшка укусила недожаренная. Что это такое? От 20% людей, которые придут, и они будут уходить. Ты подойдешь и спросишь, а как молодых зовут они? Ой, тоже, что вы у меня спрашиваете? Мы домой, все. Даже не будут знать имена молодых. Поэтому всегда было, есть и будет, что люди делятся на разные типы. Короче, 20% это те, которые перепутали залы. Да, может быть даже касаемо срафа, я имею в виду то, что этот, пускай это будет на 200 тысяч, найдется человек, который скажет, что ты 200 тысяч, это много денег, куда ты так столько тратишься? Или 100 тысяч, или миллион. То есть кто-то из нас приору покупает за 100 тысяч, кто-то мерседес за миллион. И он говорит, а зачем, я и на этой машине доеду, и на этой. У нас такой народ уникальный, да? Мы денег не имеем в бюджете семьи, но тратим на образование, сильно уделяем внимание, обучаем своих детей, высшее образование всем максимально, и на свадьбы. Но от образования есть толк, да? Ты инвестируешь в ребенка, а от свадьбы какой толк в миллион потратить за два вечера? Или там 200 тысяч потратить тоже за два вечера? Если свадьба правильная. Причем не за всех, у нас народ цепляется, если у тебя есть деньги, ты делаешь, у меня нет, я все равно сделаю, как ты, я займу, кредит возьму. Если свадьба сделана правильно, 80% людей... Как ролик был уже, да? Слушайте, этих залов не так много, в каждом селе есть, например, маленькие залы, где проводятся свадьбы и на 200 тысяч, хорошо? С головой за всеми делами. Но все равно заказывают это дым-машину, заказывают там какие-то... Если свадьба сделана правильно, через 20-30 лет мы увидим то, что на сегодняшний день не видим мы. Если свадьба сделана в правильном духе традиции, через 20-30 лет наши внуки увидят правильную свадьбу. Пускай не в таком количестве большом, которое там они на данный момент делаются, но они увидят, что была лепка, что были правильные заказы, что были вот такие песни, которые на тот момент может никто не исполнить. А мы видели хоть одну биташкину свадьбу? Нет. А мы видели традиции? Как мы сейчас можем узнать традиции? Как мы традиции можем узнать? Биташек Карбабашек. Исключительно в тот момент, когда пришли и пообщались. Битам, как была у вас традиция? У нас вот хнаги джесы был атораном, вот так, вот так. Мы делали вот такой одет. Все. Вот смотри, что касается до свадьбы, да, там Севские сына Гырнишан, хнаги джесы, там, как этот забыл, Сахал Ахшамэс, да, да, все это у нас как бы соблюдено. Вот здесь можно сказать, что мы традиции, да, ведем. Поднимаются они сейчас. Да, здесь есть рост, видно. Ну, тоже есть момент. А вот сама свадьба, сама свадьба, мне кажется, вообще она не в традиции вообще никакой. Просто если вот современность, последних 50 лет, там, или сколько, сколько лет, вот такой шаблон задан. Мы пытаемся делать синтез. Лепка, это не такая, что за традиция лепка, я не могу понять, что за лепка вообще. Чужой мужчина к чужой женщине подошел, бабки дал, станцевал, лесбинку вышел. Это опять с религиозной стороны. Ну, а мы с какой вообще-то, мы все должны с этой точки смотрим. Не, ну, конечно, я согласен. Мы по-другому, у нас не должно быть, мы у нас... Тогда в целом эта свадьба должна по-другому. Я же говорю, она должна быть разделенная пополам, она должна быть безалкогольная, она должна начаться с дуа, с какой-то молитвы. Она должна быть в таком духе проведена. Это же, ты создаешь семью, институт семи, он там же как? Или он должен на водке, на каких-то лесгинках и так далее начинать с этой свадьбой? Иншаллах, придем к этому. Вот, поэтому мы к этому должны хотя бы стремиться. Когда мы садимся на машину, едем в Бахчисарай, фары сразу до Бахчисарая не светят. Они освещают 300 метров, потом мы проехали 300, освещали еще. Я с этим с тобой согласен еще постепенно. И мы постепенно с 90-х годов, когда все напивались и падали, где-то не обязательно татарская свадьба. Мы на сегодняшний день, на 2020, через 30 лет, имеем культурный подъезд к залу, культурный отъезд от зала. И культурно то, что нету драк. Элементарно, к этому мы пришли. А если бы мы в 44-м году Хорлок Кормегеносах, никто не знает, как бы сейчас наш народ был. И никто не знает, было бы это хуже или было бы это лучше. Я почему бы об этом сейчас говорю, поскольку такой шанс уникальный, собрались на этой площадке, именно вас пригласили, есть шанс вам это, есть момент вам это сказать. Поэтому вам говорю, как бы где-то вы же тоже это что-то останется у вас, да, уйдя отсюда. Вы же поймете, что значит это беспокоит общество. То есть я не только свое мнение отражаю, я мнение своих друзей, своих знакомых, близких. Безусловно, об этом мы всегда говорим. Но просто есть люди, о которых мы сказали. Мы проговариваем, проводим специально викторину. Кто какую знает Хайтарму. Любимая музыка, любимая песня. Мухаммед Ага, есть какая-то любимая песня у вас? Самарканд. Урал Дага. Урал Дага. Какая-нибудь у тебя вот любимая, то, что ты любишь в машине послушать? Я музыку еще не слушаю. Ну вот напеваешь себе, да? Ну вот Хайтарма мне нравится, там труба, поэтому... Нет, Хайтарма, конечно, Хайтарма, да. Об этом мы проговариваем вначале, и только начинается лепка. Только что. Вот здесь вот Ярамсаад Копека. В колпаке стоял, рассказывал, гавкал, говорил, давайте делать. Храмтатар тоя. Только ты это сказал. Он первый выходят лепить. Подбегает первый, той Саипа, и говорит, фергана. А не и чун? Что да, сознательно, згеки леджема. Чунки, бас храмтатар, джаэтамас, ви анда секс-эм фаис, бутылина агнама. Чего? Ну, вообще большинство. Мы даже пытаемся переводить, не то что, там, не зная языка, так же, как и сейчас, да, мы общаемся, а чтобы донести это людям, пытаемся как-то им это рассказать, чтобы понимали. Бывает, конечно, итог того, то, что мы говорим, да, первая лепка, может, пройдет на 90%, чисто музыканты будут не садясь играть, стоять, да, и ноутбук не будет включаться. Но только вот общий танец и движение начинается под воздействием определенных напитков, уже расслабленности, вторая лепка уже пойдет как по стандартам. Уже подшучиваешь, говоришь, смотрите, живые музыканты. Вот, к примеру, мне вот трубач подошел и сказал, что хочет прийти домой с треснутыми губами, потому что он весь вечер будет играть на трубе. Давайте дадим ему больше возможностей сегодня поиграть в живую. Ты как-то так пытаешься людей настроить. Не прямо в лоб говоришь, заказывайте, вот так. И так говоришь, и вот так говоришь, и вот так, и вот так. А люди все равно находят вариант обойти и сделать по-своему. За один вечер мы не сможем исправить людей, которых 30 лет воспитывали дома. Не, вы не про один вечер говорите. У вас в неделе сколько в месяц свадьбу вы проводите? Не расскажем. Они каждый день разные люди. Все равно у вас уже, ты говоришь, сколько вы... Давайте собирайте мне каждый день 300 человек, одних и тех же. За месяц я их исправлю. Есть 10% гостей, наверное, которые ходят на все свадьбы. И ты их всегда видишь. Это люди, которые ходят на свадьбы. Даже они недальний родственник. Они ведут себя правильно. В большинстве случаев. Здесь на свадьбах это все делается. Мы это видим. Я как бы был на свадьбах, которые ведете вы. Анатель Ле Ла Фула. За это маншала. Респект, да. Анатель Ла. Мы бы хотели, конечно, может быть, больше видеть. Мы смотрим вас, чтобы в Инстаграме, в социальных сетях. Потому что... Чем больше мы будем об этом говорить, опять же, здесь как бы в крайнести не нужно входить. Сегодня, допустим, шериф говорит о проплённой картине. Вот так должно быть. Если мы сейчас вот так в чартанке сежек улсах, у нас общество разделится на две стороны. И будет антагонизм. Просто на следующий раз будет сидеть не Абляза Иса, а Осман и Энвер, к примеру, другие ведущие, которые в топе. Которые решили людям не диктовать условия и конкретно резать и ставить ультиматум. Либо вот так, либо мы не будем вашу свадьбу вести. Не факт, что они будут в топе. Да, мы просто не будем в топе. А так, являясь для людей каким-то показателем, делая, возможно, не всегда правильные вещи, к сожалению, мы на какой-то волне с народом остаёмся. Во многих клипах у вас в Инстаграме традиционно свадьба, которую вы проводите. То есть вы показываете, что, как. Люди стремятся за тем, что есть. Продукт уже готовый. Они хотят к этому. Если вы увидели что-то красивое платье, невеста говорит, я хочу такое же платье. А почему вот не сделают пару роликов, связанных вот именно, как можно было, ну, свадьба могла бы выглядеть, если бы её поменяли вот в таком стиле. Вот как шериф говорит. Понятно. Там, знаете, как есть песня? Праздник не был. То есть вечер не был на праздник похож, пока не появился юбби. Это можно в тизер будет вставить. Да, и т.д., и т.п. То есть вот так вот. В данном случае свадьба может проходить такой. Вот он правильно говорит о том, что разделять тоже сильно нельзя. То есть мы действительно разделимся, и многие будут не понимать друг друга. И когда, хуже всего, когда мы выбираем, пойдём мы на ту свадьбу, или пойдём мы на такую свадьбу. Вот в ваших роликах, вот благодаря вот вашему вот этим всем подписчикам, можно было бы вот пропагандировать действительно какие-то традиционные моменты. Попробовать, по крайней мере. Мы делаем ролики не только для крымских татар, а вообще в целом для всего человечества. Ну, по крайней мере, я так делаю. С трусами. Но какую-то часть я выделяю конкретно. Если идёт мероприятие, по мероприятиям, по свадьбам, ещё что-то, я пытаюсь на свой народ акцентировать. В большинстве случаев я пытаюсь не выделять народности, не выделять людей, а конкретно делать это под всех. Потому что крымские татары – это такие же люди, как и все остальные. У всех есть кости, у всех есть кожа, и все могут пить воду, могут пить лимонад. Чё? У крымских татар нету секса, что ли? Выделять и не нужно. Просто постоянно новые традиции, то есть старые наши традиции, очень в новом виде, знакомые люди закончили. Возможно ли что-то поменять в крымско-татарских свадьбах? На ваш взгляд, возможно это или невозможно? Вот сейчас. Я хочу сказать, даже по традициям, просто возобновить. Кто-то делает траж, кто-то делает хнаги джесе, кто-то делает никях, енгильнишан, агырнишан, кто-то совмещает уже, кто-то вообще говорит траж. На это всё нужно финансы. Ну реально. И кто бы ни делал на сегодняшний день вот эти вот традиции, они располагают. Это то же самое, что Масрав. Ну надо показывать, что это модно. То есть понимаете, это модно, это современно. То есть традиционно современно. И потом получается, мы переключимся на то, что Шериф Ага говорит. Этот миллион распределить именно на эти мероприятия. Вас пригласили, и вы говорите, ребята, а давайте мы попробуем никях сделать за три дня, ну вот в таком стиле. Или вот, например, траж делать вот в таком стиле, вот традиционно попробуем. А он говорит, да-да, о, а давай. Молодым, когда это говоришь, это захватывает. То есть, о, это что-то новое. Да, давайте попробуем. Найдут они бюджет, где-то продадут, я не знаю, там, корову или ещё что-то. У нас в долг возьмут. Да, ну найдут этот вариант. Да, то есть... Или откажутся от чего-то другого. Вот, распределят его миллион, который его бесит так, да, то есть затрат. Поэтому, ну вот, хотелось бы вот это видеть, понимаете? Давайте что-то, вот, что самое интересное на свадьбах. Можно, да, этот? Вот такой случай какой-нибудь. Сегодняшнего собрания. На свадьбах главное от хозяина свадьбы, от того, кто тебя пригласил, пригласил вначале услышать Хошхеллендостом Сагул, что ты сегодня с нами. А не так... Мы стесняемся что-то сказать. Вы скажите, пожалуйста, обляс... Давай быстро, быстро. Главное, от хозяина. Хочется услышать вначале от хозяина. Что ещё главное? Хочется услышать от хозяина в начале вечера, что я не мог прийти, у меня болела нога, у меня была грыжа, вчера операция или ещё что-то, но я нашёл время, пришёл, и когда он говорит, он посмотрел и сказал, Сагулны, что вы пришли. Люди совершенно по-другому начинают праздновать. Они уже с уважением ко всем относятся. Вот поверьте, следующая свадьба с этого и начнётся. Первое. Вот это увидят, и с этого и начнётся. Давай нулевое сделаем. Сделайте так, чтобы следующая свадьба началась с того, что вы хотите. Нулевое, важное, встретиться с заказчиками обязательно, познакомиться реально с женихом, с невестой, а не как по старинке. Пришёл, записал имена и вышел в ту публику... Где невеста, где жениха. Никого не знаешь, жениха видишь первый раз, невесту. Есть даже такие на сегодняшний день у нас свадьбы. То есть, когда мы встретим... У некоторых мы, бывает, не знаю, 10 хаве выпили, 10 стреч провели, пускай перебили тот сценарий, по кругу, как наскали. Репетиции бывают, правильно? Ну, репетиции, да, мы говорим одно и то же. Да, у некоторых два раза. Но мы уже приходим во время вечера на свадьбу, мы видим, о, на ремонтахасе, мы как уже сой соплар, как друзья, как близкие. То есть, ты можешь что-то предложить, и он тебя выслушает, потому что ты сидел за одним столом. А не так ты пришел к незнакомому, или ты с невестой встретился с женихом, а папу не знаешь, а тут баба состоит. Ну, что ты ему скажешь? Мы как начали наш диалог? Вот программа как началась? Если отследить от начала, и вот как мы к финалу сейчас общаемся, намного развязаннее, да, уже... Тебя даже вышел, закинь тут. Да. Мы уже по-другому, да, Да, в конце развязан уже. По юмору, скажи, Иса, да, вот ты там смешил даже президентов смешишь твои шутки, да, шоу «Рассмеши комик», а ты Зеленского даже рассмешил тогда. Ну, получилось, да. Твоя жизнь с юмором же тоже связана, да, и сейчас... А что, о Зеленске можно говорить? Нет, я говорю то, что даже президенты смеются с шуток, если... Так ты определись, да, или нет? Давай, без политики. Давайте без политики. Ты КВ нам занимаешься? Деньги, которые я забрал, они на тот момент не являлись в бюджете Украины, поэтому это... Вышел? Вышел? Это были... Это мои деньги. Нет, на самом деле, очень интересно, что вы такие многогранные личности, и то, что вот Мухаммед Али говорил с Нариманом, то, что у вас сегодня есть... Мы рады, что вы пришли к нам на передачу, что у вас есть сегодня аудитория, у вас есть сегодня подписчики, у вас есть люди, которым нравится ваше творчество, нравится так, как... Некоторым не нравится, они просто смотрят и говорят, смотри, придурок, что сделай. Вот, поэтому вот хотелось бы, чтобы вы действительно через свои инструменты, через свою популярность, через самих себя пропагандировали те ценности, которые где-то потеряны, где-то должны наверстаться, и вот тем самым помогая культуре клармского народа, помогая традициям, помогая вообще народу и в целом народам Крыма, потому что если наша культура будет раскрываться, пополняться, то пополняться культура всех народов будет, и сам Крым будет богаче, культурнее, духовнее. Дух, смятать все так и будет на надежду. Поэтому хотелось, чтобы вы не исходили с этих рельс, да, и вот шли, ну, понимали, что за вами, есть люди, за вами есть, ну, ответственность какая-то, да, у вас есть, не просто ха-ха-хи-хи, там, провести свадьбу, и все, я это... Смотри, то есть, не сходили с этих рельс, он сейчас имеет в виду, что мы как вагон, понимаешь, мы движемся по рельсам. Локомотив. Да. Здесь, да, камера снимает, смотрите, мы сейчас вагон, не стойте на рельсах, когда на вас идет вагон. Это, наверное, брутально, да, как это было? Сделайте там потом музыку. Вагон это прицеп, а вы локомотивируете. Кстати, вы записываете рекламу, да, там снимаете сейчас, это же коммерческий доход ваш какой-то, да, получаете от этого? Какая-то часть, ну, здесь не столько заработок идет, сколько просто мы пытаемся больше через юмор занести рекламу. Если в рекламе не будет юмора и в конце маленький намек на рекламу или продукцию, которую мы хотим прорекламировать, тогда мы просто за этот заказ в большинстве случаев не беремся. У нас сейчас по времени уже движемся к концу. Я за нас говорю. Да, мы хотели. Давайте каждый там, вот что вы хотите донести до зрителя, который будет смотреть, вот ваш такой месседж главный, каждый, давайте. Помимо вот, селям алейкум, хошкельден, да, то есть посыл. Селям алейкум, хошкельден. Я, Блязгирей, мой телефон плюс семь, девять, семь, восемь. Я, наверное, на сегодняшний день, ну, обязательно по свадьбе что-то донести. Конечно, что ты хочешь, вообще, что хочешь? Хочешь, скажи, как ты вкусно готовишь, как футбол играешь, вообще, что хочешь вообще? Я вкусно готовлю, я пою. Вы, в принципе, меня видите, кто подписан на меня каждый день. Вот здесь телефончик, вы видите? Да, сейчас пожелаю вам только здоровья. Не болейте, берегите друг друга и сидите дома. Ну, это с моей точки зрения. Я здоровья желаю. Обработайте руки. Да, работайся. Давай, я тоже вот обработанным скажу. Что сказать? Меня зовут Исаий Исмаилов. Я чертовски офигенный пацан. Я всегда классно пахну, классно одеваюсь. Я занимаюсь спортом. Я просто мега позитивный, смешной, кайфовый чувак. Хочешь, ты мисс. Можете воспринимать это всерьез, но на самом деле это шутка. Да, на самом деле мы простые люди и не надо забывать, что мы в первую очередь Адам Лар. Оставайтесь всегда людьми. Короче, его первым можно, а потом, как бы, типа, я... Ну и здоровья всем, да. Вот такие они, Той Агалар, наши два топовых свадебных ведущих, юмористов и просто хороших ребят, парней. Харамлы парней, которые сегодня были с нами. Нариман, Мухаммед Али, как беседа? Ну, мне понравилось. Я хотел бы обратиться к халхаму, к семьям, к нашим друзьям. Мы, Той Агалар, мы, пек, муин бір медени көстерге, келініз біз оз Той Агаларымызды ляйх yapайық, башқа милетлер коррупсулансын, келіцекте Харқланды біз утанмайық, в бізім Той Агаларны даа чёх динлийік, онларын тавсиелерің динлийік, в Той Агаларымызды не олсым, бізім авалар чалсым. Пустюцзу, чит, аутра да утра... Мухаммеделелі бетпись, не, ну почему, он достаточно хорошо сказал. Скажите, Нариман. Сегодня заставлять кого-то что-то делать, ну, практически невозможно, и понятно, что вряд ли это будет делаться, то есть, ну, если мы будем акцентировать на этом внимание, будем говорить о том, что у нас, ну, есть традиции, у нас есть какой-то, какая-то методика, это проведение мероприятий всех наших, да, что это можно сохранить, и не просто сохранить, а этим нужно пользоваться постоянно, использовать, и самое главное, это можно сделать всё модно, да, то есть, показать. А посыл наш, чтобы вы, это действительно, не просто даже через юмор, а именно профессионально, через все свои возможные ресурсы, да, потому что на вас действительно смотрят люди, это донесли. Вот, поэтому Чок Саун, что пришли, что послушали нас, ответили на наши вопросы, и, в принципе, пошутили. Чок Саун, что нас пригласили? Я хотел давно сказать Облязу, вот, был на свадьбе, когда Обляз вёл на родственников, когда он говорит про шампанское. Ты не включил мою музыку. Нет, когда он говорит про шампанское, это божественный напиток. Нет, 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 ты путаешь, это не мои слова. Ну, я слышал с твоих уст. Думаю, блин, вот, когда-то я ему скажу Облязу, что шампанское не может быть божественным напитком. Божественный напиток – это вода, молоко, это из наших хадисов, да, Мухаммедария? Тов, 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 тов. Мы это выражим. Нет, это не надо выражать, это не надо выражать. Я хотел в эфире это сказать. Обязательно, тормози! Мы, 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 про молоко можно. Мы, вот, это на свадьбе было давно? На свадьбе это было года 3-4 назад где-то так. Ну, про божественный напиток… Я всегда говорю. Налиман говорит, да, ну, вот, реально. Да, Лиль, есть у тебя? Есть, я докажу. Есть? Попокажи просто. В конце Баханас просто. Обычно котик был, сегодня может этот одет вернуться. Пошел. Это было Хайлав. С нами были два топовых ведущих. Иса, Исмаилов, Абляз, Гирей. Подписывайтесь на наш канал Хайлав. Ставьте лайки, делайте репосты. Там есть такой колокольчик, чтобы вам приходило уведомление, когда выходит очередной Хайлав. И будьте немного сумасшедшими, сделайте что-то в конце. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!